И всем привет, с вами Росиксон. Сегодня я расскажу о своем пути, о своем росте за 5 лет, о заработках и потерях в криптовалюте и не только. Конечно будет конкурс. Расскажу о том, как сам выигрывал в конкурсах от KNX в том числе, как творческих, так и торговых. Конечно будут стихи, но думаю без них не обходится ни одно серьезное видео про криптовые деньги. Не знаю, можно ли рассказать коротко о 5 годах. Конечно можно, но нужно ли? Думаю сокращать тут нельзя. Картина должна быть полной. Сегодня пожалуй расскажу то, о чем никогда не говорил. В этом видео вся моя душа, весь опыт моего монтажера, который как год в одной лодке со мной. Я заранее определяю, что это лучшее мое видео, самое сложное, самое легкое, самое интересное и надеюсь для внимательных полезное. И я верю, что вы поддержите меня, поставите лайк, оставите комментарий. А я пожалуй начну. Первую главу этого видео я назову любимое дело. Это было чуть больше 4 лет назад, я бы сказал почти 5. Что я тогда делал? Это был 9 класс, все было довольно хорошо, но как-то скучно, не хватало чего-то. Хотелось дело, которое было бы очень интересно, которое бы приносило деньги. Тогда мы собрались с друзьями и придумали ютуб канал, а именно Суперменсы. Мы снимали приколы, иногда снимешные, иногда интересное видео. Это было легко и весело, даже были некоторые просмотры, было много веселых моментов. Я купался в Неве и рассказывал, что я буду делать, если стану президентом. Время шло, экзамены были сданы довольно легко, видео были смешными, но они не приносили денег. Скорее только расходовали средства, а деньги бы мне тогда не помешали. Так начинается вторая глава. Первые деньги, первые легкие деньги и первый бизнес. Тогда я жил на севере, тут холодно, хотя скорее там. Средняя зарплата в том городе 130 тысяч рублей, но и цены на все высокие. Поэтому я часто записал на Алиэкспресс, заказывал постеры там всякие, ноут игровой за 60к и так далее. В общем, пользовался Алиэкспрессом для себя. И как-то в разговоре с другом, он мне говорит о том, что купил он телек, какой-то мелкий, около 22 дюймов, а стоил он 15 тысяч. Я такой, стоп, что? Телек мелкий, стоит дофига. Чё-то не то. Посмотрел, сколько стоит телек на Алиэкспресс. Так вот, 32 дюйма стоил 8 тысяч. Потом я узнаю, что даже меньше, а доставка бесплатная. А мелкий телек на кухню 22 дюйма, около 4 тысяч. Это была осень 2019 года. В общем-то, оставалось купить телек, подождать и продать. Но проблема была в том, что денег у меня не было. Но я её быстро решил, взяв в долг у деда. Но мне посоветовали посмотреть во всех магазинах цены. 30-дюймовые телеки начинались от 20 тысяч. И только в одном магазине от 18 тысяч. Притом, фирмы были no name. Думаю, тут дело в том, что дорогая доставка от Москвы 9 тысяч километров. Да и платить за аренду нужно магазинам. Телек заказан. Он пришёл, я выложил объявление. Продал его недели за две, за 12 тысяч. Того прибыль была, ну посчитайте сами. Я понимаю, что можно взять другую фирму за 6 тысяч, покупая ещё. И тут я остаюсь на месяц один. Мне оставляют 30 тысяч рублей на месяц. При том, что еда у меня есть, так как я в общежитии. И мне платить особо не надо. Я не будь дураком, заказываю на все деньги телеки. Кстати, многие скептически относились к продаже телевизоров, всячески отговаривали меня. Поначалу я начал продавать на одной доске объявления по типу местного авито. Шло, но как-то медленно. Туда именно заходили, чтобы конкретно заказать телевизор. Тогда я решил расклеить листовки. Определённо эффект был, и он был и хорошим. Всё шло прям отлично. Я делился этим с многими. Думаю, не зря. Так как знакомая посоветовала мне опубликовывать объявления в ватсап-группах, в телеграм-группах по продаже. Я подумал, зачем? Мне так всё хорошо идёт. Но я всё же прислушался. Сделал всё так, как мне посоветовали. Для справки, ватсап я не любил. Я даже не был там зареган, лол. Чё-то неохота мне было сидеть в чатах. И вот чудо, как только я так написал, мне все начали писать. Мы хотим купить, когда и где забрать. Советы точно стоит выслушать. А вот решать нужно вам. Я начал продавать и телевизоры по 50 дюймов 4К разрешением. Да и у меня появился 4К телек. Я смотрел на нём ютубчик. Было круто. За 7 месяцев я продал более 52 телевизоров. Скриншоты вы уже видели, думаю монтажар вставит. Заработал более 400 тысяч рублей. Продавал даже Дэнди, ну так по фану. Вот так у меня и появились первые деньги. Относительно лёгкие, как я считаю. Хм, на что я их тратил? Да почти не на что, на новые телек я тратил. Ну максимум, у меня на квартире стояло телеков 7. Я даже продал телек учителю. Конечно, со скидкой. Конечно, ровно по такой же цене, по которой покупал. Когда у вас нет денег, проблема, где их взять. Когда у вас есть деньги, проблема, что с ними делать и как сохранить. А ещё лучше, приумножить. И глава третья. Первые инвестиции. Первые ошибки и прибыли. Первые упущенные. Хотя, возможно, сотые упущенные возможности. Когда у меня было, ну около 50 тысяч свободных делок, я думал купить акции. Да это реклама, инвестируй или проиграешь по телеку. Ну что-то по типу такого. Но я всё просчитал. С дивидендов много бы я не получил. Волатильности нет. Гораздо более выгодно было вложить в телек и получить 100% прибыли. Ну, даже меньше, чем за месяц. Но я частенько посматривал ФБК. Кроме каналов, где крутили фильмы. Это был единственный канал, который я смотрел. Следил мельком за котировками. Слушал экспертов. Кстати, у меня хорошая память на числа. И я, в общем-то, держал в голове все курсы акции, которые крутили внизу по РБК. По бегущей строке. В общем, мне это было интересно. Я думал, что куплю, если оно упадет ниже. А пока я также занимался телеками. И вот, Медведева снимает с поста. Я вижу долларов по 60. Покупаю на все свободные деньги баксы. Потом помогаю родственникам купить немного. И, в общем-то, также продаю телеки, снимаю приколы, учусь. И тут, о, Март, кризис. Все падает. И если вы думаете, что дно было легко откупить, о, вы ошибаетесь. Надо помнить, что толпа иррациональная. По данным РБК, насколько я помню, фонду откупили в основном. Ну, то есть, скажем так, массы начали закупать после первого падения, что-то около 10% вниз. А там было еще куда падать. Куда мы и упали. Я же смотрел, как сделать брокерский счет. Самый легкий способ был сделать через Бер. Ну, и тут меня ждала засада. Мне нет 18 лет. Казалось бы, тут стоит отложить, куда торопиться. Но у идущего нет преград. Я делаю индивидуальный инвестиционный счет на своих родственников. Закидываю свои средства. Тогда чуть более 100 тысяч своих средств. И предлагаю закинуть родственникам. И беру под управление, так скажем, солидную сумму. И еще, я только потом узнал, что ИС нельзя закрыть, вывезти оттуда деньги сразу. И пришлось его закрывать в Питере. Это было, конечно, прикольно. Поэтому читайте всегда условия, прежде чем что-то делать. Глава четвертая. Криптовалюта. Бешеные деньги. Ну, для моего розенства, прям точно. Тузамун и масоны. Крипта, крипта. Как тебе понять, как заработать? Думаю, самый прямой путь через масонов. Да, думаю, так и есть. Многие ли знают, что один из первых начал выводить деньги из Китая? Сергей Пантелеевич Мавроди в биткоины. Сколько людей пришло в крипту через пирамиды? Уже посчитать нельзя. А может, это все байки? Думаю, на все нужно смотреть с разных сторон. В том числе, со стороны выгоды для вас. Есть такая пословица. Из каждого свинства можно вывезти кусочек свининки. Вот так я и наткнулся на XRP в Ютубе. Когда искал просто при крипту. А нашел XRP. Ну, монета как монета. Быстрая. Явно не децентрализованная. Как по мне. Короче, обычный альткоин. Со своими минусами. Людьми, которые купили монету по мельчайшим долям цента. Основателями, которые сливают монеты. Да тут другое. Там канал был. Чуть ли не секта. Там Рокфеллеры. Все дела. Теории заговора. Которые были бы хорошо, если бы совпадали хотя бы на долю процентов. Вот так я и купил первую крипту по 12 центов. А именно XRP. Ахах, проверил. Еще можно ли вывезти. Через BestChange. Рил вывелось. Потом полазил по чатным криптовалютным. Спросил вам. Как крипта? XRP. Что думаете? Меня хорошо аргументировали. Минусы монеты. Я не будь дураком. Спросил у типов. Что тогда купить? Что лучше? Мне сказали. Покупай эфир, пацан. Ну и тому подобное. Так я. И готовился к бычке. Она, в общем-то, уже и была. Практически. Я как новичок. Топ купал на фулк атлету Дот. То игрался к Сэм. Я, кстати, его покупал по 6 центов. А продавал лесенкой, начиная с 30. Да, много чего я тогда делал. Но теперь я уже знал о крипте. Совсем. Немного большем. Чем тогда, когда покупал XRP. Глава пятая. Промежуточный итог. Куда тратить деньги? Во что вложиться? Я понимаю, что сумма скопилась норм. И понимаю, что деньги очень легко потерять. Особенно, когда ты на рынке недавно. Я решил купить недвижимость под сдачу. Это был март 2021 года. Даже чуть раньше. Мне тогда немного подбавили. И скажу сейчас, я успешно сдаю. И надеюсь, так же буду сдавать в будущем. Честно сказать, сколько всего было. Сколько шансов было потерять все. Давайте расскажу о моих ошибках. Но только о части из них. Ошибки. Их было много. Думаю, самое явное. Это гонять на самолете без прав. Это я про фьючерсы. Когда вы будете новичком, торгуйте. Когда вы мало о них знаете. И у вас нет опыта. Это может обернуться плохо. Я делался легко. Но тысяча пять баксов слил. И живой. Все норм. Даже торгу иногда. С плечом не выше трех. Редко. Да и как говорят мои друзья. Сумму побольше. Плечо поменьше. Вот вам бесплатный урок. Будьте предельно аккуратны во всем. В том числе с торговлей. С плечом. Думаю, другие мои потери были связаны с недостаточным. Анализом актива. Который я покупал. Я также практически никакого контроля рисков. Ну то есть мог покупать на большую часть портфеля. Очень странную монету. Так, я как-то купил Венус подроб за 100 долларов. Больше чем на 3к баксов. Не знаю, чем я тогда думал. Потом я узнал у Мадыревского. Что он об этом думает? Он сказал, что я знаю о монете. Почему купил? Тут я впал в ступор. Он такой, продавай, она на хаях, чел. Что ты вообще берешь? Я так и сделал. Сейчас XVS стоит около 3к баксов. Я продал ее около 130 баксов за штуку. На следующий день она упала примерно в 2 раза. Капец, были времена прикольные. Глава 6. Настоящая. Новейшая история. Успехи в конкурсах. День рождения CoinEx. 5 лет. Конкурс на постройте. Поздравляю. Биржи CoinEx с ее пятилетием. Я дарю вам, нет, тебе. Биржа, которая изменила мою жизнь. Самое дорогое, что у меня есть. Своё время. Свою душу. Своё вдохновение. Я дарю вам стих. Спасибо. И начинаю. На CoinEx давно торгую. Во всех конкурсах участвую. Крипту на дне тут покупаю. И знаю, знаю, что это не впустую. Спасибо за работу, CoinEx. И с днем рождения. Поздравляю. Я не экстрасенс. Но точно знаю. Биток только в ланге. Сейчас смарт 0% в стейблах. Ждёте ниже разумных пределов блоги? Пока медвежка смарт сидит в библиотеках. Всё или ничего? CoinEx. Вы согласны? Думаю, да. Оттого вы высоко. Быть крипте небезопасно? Думаю, не быть ужасно. CoinEx. Вы согласны? Думаю, да. Оттого вы высоко. А вот и конкурс на 10 баксов. Написите стих, связанный с криптой. И CoinEx в комментариях. Я выберу лучший и отправлю приз. Дней через 5 после видоса. Удачи. А теперь переходим к новейшему времени. Вспомним веселые моменты, связанные с CoinEx. Итак. Я, значит, занимаюсь, если быть точным. Работаю в криптовалюте. Темок тут много. А чуть ли не каждый день. Особенно на обычке. Но о них как-нибудь позже. Все-таки темок довольно много. А теперь, почему стоит подписаться на соцсети CoinEx? Там много полезного, новостей к прикрепту. Но, и для таких как я, частые конкурсы разные и интересные. А части из которых я сейчас расскажу. Например, сообщество ВК. Там был конкурс рисунков. Сейчас вы увидите мой рисунок. Я тогда выиграл 20 тысяч рублей. Просто нарисовав красивый рисунок. Да, я потратил день. И, кстати, другу сказал, давай участвуй. Он тоже выиграл. Поменьше, конечно, немного. Но за третье место тоже норм. Да, и выиграли тогда не только те, кто мог красиво нарисовать. Все, кто постарался, получил баксов по 10. Было круто. Рисунок тот. Я до сих пор храню. Такс. А теперь конкурс, который был в прошлом году на 4-летие биржи. Я сделал с монтажером большое видео про CoinEx и день рождения. Вы сможете посмотреть его в плейлисте CoinEx. Видос отличный. Я, кстати, выиграл Apple Watch за это видео. Но получил приз деньгами. Неплохо так выиграть 25 тысяч рублей за один видос. А вы, кстати, расскажите, как выигрывали в конкурсах. И, думаю, самый простой, самый легкий и интересный конкурс – это торговые конкурсы. Например, был конкурс в Bitsy, где я потратил на комсу баксов 10. А выиграл около 30. То есть, такие конкурсы торговые часы на CoinEx, так что следите, подписывайтесь. И сейчас вообще идет фьючерсный конкурс, где призовой фонд более миллиона рублей. Где я сам буду участвовать. Вот уже пойду фьючерсами поторгую. Ну, потому что там участников не так много, а призы большие. Такое довольно редко. В общем, участвуйте. А если вы еще не зарегистрированы на бирже, то ссылочка будет в описании. И у вас будет также скидка на торговую комиссию. Всем удачи и души душевно душу.